Слава Украине! Приветствую от Полонского! Вот посмотрел выступление... Не, не все сразу, поймите меня правильно, я выступление Путина полностью не смотрю, потому что это не предмет, скажем так, наблюдения для блогеров, жителей и журналистов. Это, когда он говорит, вот я смотрю на его морду, это скорее предмет для психиатров, да, тут психиатрическая экспертиза, букет болезней психиатрических, и пускай они рассуждают. Вот мне интересно просто несколько моментов вот в этом всем, что оно несло. Значит, первое, оно начало рисовать очередные красные линии, правда, не употребляя, вот как это, вот это вот, видите, да, вот такого цвета. Не употребляя при этом слово красные линии, но видно было, что оно не может сдержать эмоции, и вот начало просто нагнетать так обстановку. Да, это его выступление перед иностранными журналистами. Значит, начал угрожать тем странам, она в открытую, да, которые украине поставляют оружие. Причем, еще раз говорю, надо просто посмотреть на физиономию, и надо на мимику посмотреть, да, это полный абзац, да. Вот, вот, я думаю, кого он мне напоминает, кого он мне напоминает, вот кто посмотрит, да, вот видео, сейчас вывешу в описании к данному ролику ссылочки, а я думаю, вот этот взгляд, вот эти вылупленные глаза, удивленная физиономия, Ленина, помните, когда он от сифилиса умирал, последние дни, там была сделана фотография, в 22-м, по-моему, году, да, вот, вот, и, собственно говоря, вот у него было такое же выражение лица тогда, у сифилисика Ленина, вот, я сейчас смотрю, где-то я это видел, очень похоже, да, похожее выражение, но неважно, он начал напрямую угрожать и обзываться, обзывать бранными словами тех, кто поставляет оружие Украине, чтобы Украина могла себя защитить от шизойной путинской федерации, просто напрямую начал оскорблять и начал оскорблять и поносить эти страны и сказал, что будет поставлять ракеты тем странам, которые могут ударить по ним, ну, что вам сказать, во-первых, это, ну, какие выводы можно из этого всего сделать, первое, Путин неизлечимо болен, психически болен, да, это первое, второе, он в отчаянии, он не знает, что ему делать, он не ожидал, что международное сообщество сплотиться вокруг Украины и будет ей до такой степени помогать, что его, он же прекрасно знает, прекрасно знает положение вещей в собственной военной структуре и понимает, что его банда в Украине несет огромные потери, ну, далеко на чмобиках, на вот, на закидывании трупами украинских траншей, ну, ты просто не протянешь, так невозможно, ты не президент Китая, ты диктатор России, и у тебя нет столько лишнего состава, как у китайцев, случись, случись что, да, ты просто не сможешь этого делать, и вот это он прекрасно тоже понимает, и вот это все ему приводит в крайнюю степень отчаяния, которое выражается в совершенно неадекватном поведении перед журналистами, то есть каких-то глупых, абсолютно угрозах нашим партнерам, они же тоже на это смотрят, и тоже понимают, что имеют дело вот с, ну, с дурачком, ну, я другого слова не подобрал, ну, подберите другое слово, я не знаю, может, это другое, с шизоидом, может, я не знаю, вот, кто там, психиатр, можете подобрать, посмотреть на физиономию, я сейчас еще раз говорю, вырешу эти видео на телеге, и, ну, там просто букет, вот, и, знаете, это один момент его отчаяния по поводу введения дел, отчаяния, потому что наши партнеры таки дали разрешение на нанесение ударов по фашистской федерации своим оружием, что немедленно сказалось на положении дел, кстати, на Харьковском фронте, немедленно, просто, разнесли в хлам, там, все, что у них было в тылах, все, они тут немножко там попритихли, да, но еще один момент, очень, такой, знаете, интересный, он не смог, вот, в очередной раз выговорить имя президента Казахстана, Касыма Жамарта Такаева, то есть, ну, это аут, это просто аут, это надо послушать, и, ну, ладно бы это было один раз, понимаете, один раз ты понял, что, ну, да, имя непростое, да, можно было это самое, действительно, один раз сесть в лужу, и, выучить это имя, и забыть этот вопрос, закрыть его, да, вот, но это, только, я же далеко не всегда смотрю, вот, его, как говорится, умоупражнения, то, что он несет, его, так сказать, поток мыслей путинский, и даже я знаю, что это, по-моему, третий или четвертый раз, когда он не в состоянии назвать имя, по его словам, его ближайшего союзника, ну, это опять-таки говорит, тут, ничего не поделать, вспоминаешь Ленина в 22-м году, да, очень похоже, так что, расист и вами управляет, не то, что диктатор, а, судя по всему, диктатор, сумасшедший шизофреник, ну, как-то так, потому что, по-другому, объяснить, вот эту мимику, вот этот словесный понос, и вот это поведение, лично я, не в состоянии, уникальная стена, Продолжение следует...